В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный город» сотрудники дорожно-патрульной полиции раскрыли факт грабежа. Как рассказала потерпевшая женщина, неизвестный мужчина ворвался в ее автомашину и похитил бумажник с документами и деньгами. «Мы с мамой приехали вечером домой. Я вышла из машины и стала стучать в дверь дома. В это время услышала, что мама кричит, огнянулась и увидела, что кто-то захлопнул дверь машины и убегает. Я поняла, что кто-то залез в машину и забрал мое портмоне. Убегавшему мужчине я крикнула, хотя бы права оставь, но он убежал. Я стала звать на помощь. Потом через несколько минут подъехали полицейские. Мама сидела на заднем сидении и сказала им, что это был мужчина в кепке. Далеко уйти злоумышленнику не удалось. Неподалеку патрулировал полицейский экипаж. Услышав крики о помощи, сражи порядка выяснили причину тревоги и прочесали прилегающий район. В ходе патрулирования в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный город» примерно в 2 часа ночи, там 944-му экипажу поступил сигнал о том, что произошла кража. Мы прочесали прилегающую территорию и задержали подозреваемого в преступлении, молодого человека. В ходе преследования подозреваемый попытался избавиться от улик, выбросив в портмоне. Впрочем, это не помогло. Через несколько минут он уже отвечал на вопросы полицейских. Задержанного полицейские доставили в Альфарабийский отдел полиции. Сейчас следователи РОВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Ночью примерно в 3 часа был зарегистрирован очередной факт неподчинения указаниям полицейских. На одной из центральных улиц стражи порядка остановили для проверки документов автомашину «Ниссан Патрол». Но предъявлять документы водитель отказался, заявив, что правил дорожного движения не нарушал. Я вам повторяю еще раз, если вы мне не дадите ваши права и документы на автомашину, мы заберем автомобиль на штрафстоянку. Все записывается на камеру и будет предъявлено в суде. Последний аргумент оказался решающим, и водитель все-таки предъявил документы. Тогда и стала понятна причина нежелания водителя общаться с полицейскими. Сегодня в ходе рейда на улице Дулати мы задержали автомашину марки «Ниссан Патрол». В ходе проверки документов выяснилось, что у водителя автомобиля отсутствуют водительские права. Согласно статье 612 части 1, мы автомашину водворяем на штрафстоянку. Автомашину полицейские на штрафстоянку заключили. Теперь водителю придется выплатить штраф по нескольким статьям административного кодекса. Полицейские щемкента задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в хулиганстве. 12 мая этого года в Альфа-Арабийский отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные лица избили ее несовершеннолетнего сына, сняли избеяние на видео и разместили в социальной сети. Данный факт полицейские зарегистрировали и возбудили уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса «Хулиганство». В ходе расследования уголовного дела сотрудниками Альфа-Арабийского отдела полиции был доставлен один лица подозреваемых лиц. Это несовершенное летнее лицо 2000 года рождения местных жителей. Сейчас полицейские вещественные доказательства изъяли. В настоящее время они выясняют все обстоятельства дела и ведется розыск остальных участников этого преступления. Проводится досудебное расследование. Утро от первого, ты на месте. Ты на нас заработал, вручили до тускового голоса. Мы запринят, уезжаем.